Один из субботних дней наша съемочная группа провела в Конаковском Бару, в месте, которое можно назвать галереей уличного искусства. На развальных старого здания уже несколько лет появляются граффити конаковских художников. Один из них Дмитрий Ханжин. Дмитрий рисует с детства, осваивал технику у лучших педагогов в Конаковской школе искусств. Во взрослой жизни его хобби стал именно стрит-арт. На наших глазах появился пейзаж, на который автор вдохновила поездка в Карелию. На развалинах в Бару свободного места для творчества мало, а вот в городе, по мнению художника, есть где развернуться. Да буквально все эти будки трансформаторные исписаны отвратительными вещами, на мой взгляд. Плюс еще всякая реклама незаконная, поэтому вот на опыте вот этих стенок не закрашивают, дети не портят. То есть чем красивее нарисовано, я считаю, тем стенка дольше в неприкосновенности находится. Через неделю после нашей встречи с Дмитрием мы узнали, что в городе Конаково одна из автобусных остановок станет арт-объектом. Оказывается, украсить серый город не так уж сложно. Инициатива принадлежит Наталья Ансталь. Ну, у нас идея родилась очень просто. Офис нашего туристического информационного центра в Элпун-Конакова выходит своими панорамными окнами на эту чудесную остановку. И, конечно, люди, которые сидят лицом к окнам и видят, ну, особенно это же приезжие туристы, и они, соответственно, видят эту остановку, впечатление сразу же о нашем городе немножечко теряется. Поэтому, как только мы это увидели, мы сразу приняли решение, что с остановкой срочно нужно что-то делать. Получить разрешение оказалось просто. Согласовали работу с муниципальными властями и собственником остановки. На этот раз пейзаж Конаковский. Рисовали его юные жители города под руководством опытного художника Татьяны Яценко. Я рада, что у меня есть возможность покрасить баллончиками, поиграть, покрасить что-нибудь, нарисовать. Это очень прикольно, разнообразно. На одном рисунке Наталья Ансталь решила не останавливаться. Еще один объект появился на привокзальной площади. Теперь жители и гостей встречают граффити конаковского художника Ильи Викулина. Остается надеяться, что уличные картины не пострадают от рук бездумных вандалов.